МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Сроки создания проекта договора о Евразийском экономическом союзе нельзя затягивать. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с членами Совета и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. Сейчас идет переговорный процесс между странами таможенной тройки. Эксперты работают над общим документом уже больше года. И в мае он должен лечь на подпись трем президентам. Беларусь, Россия и Казахстан сейчас на пути сближения в экономике и торговле. По плану Евразийский экономический союз должен заработать с 1 января 2015 года. Очень хотелось бы, чтобы мы эти сроки не нарушили. Это очень важно будет для нас, потому что в обществе и в наших государствах вообще в связи с формированием или работой над формированием Союза Беларуси и России, тем более СНГ, были в свое время завышенные ожидания. А может быть и нормальные ожидания, но мы эти ожидания народам не удовлетворили. Поэтому у людей уже есть вот эта настороженность, чтобы мы этот проект не загубили. И если мы просрошим сроки, извините за тавтологию, провалим их, у народа будет плохое настроение. Я убежден, это касается не только Беларуси, но и России, и Казахстана. Поэтому хотелось бы просто поговорить на эту тему, пусть даже кратко, и услышать, ну вот просто честно и откровенно ответы на ряд вопросов, которые в том числе волнуют и Беларусь. Главный вопрос, я уже обозначил, он волнует нас всех. Формирование Евразийского экономического союза и как идет этот процесс. Я уверен, что вы побываете у всех президентов тройки и расскажете им о своей работе. Мы, наверное, начинаем с Беларуси этот процесс. И мне Владимир Владимирович об этом говорил, что очень серьезно хотел бы услышать информацию, широко представленную информацию по этому вопросу. Тем более, Нурстанабишиш тоже в этом очень заинтересован. Поэтому давайте обсудим, может быть, есть какие-то проблемы, может быть, это послужит какому-то движению вперед, может, это будет хоть полшага вперед в формировании нашего союза. По вопросам и срокам формирования Евразийского экономического союза президенты таможенной тройки Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев определились в конце прошлого года в Москве. Позиция Беларуси в вопросах интеграции известна. Страна настаивает на отмене всех изъятий и ограничений из режима свободной торговли внутри будущего союза, в том числе по нефти и нефтепродуктам, газу, алкоголю, табаку, рыбе и другим продуктам. И сегодня же Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Слуцкого Павла, патриаршего экзарха всей Беларуси, с днем рождения. В вашем лице Белорусская православная церковь обрела доброго пастыря и опытного руководителя, талантливого проповедника. Убежден, что ваша церковная и общественная деятельность получит дальнейшее развитие, признание и благодарность белорусского народа. Говорится в частности в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал митрополиту Павлу здоровья, многолетия, силы, помощи Божьей в делах и начинаниях. Открытые и прозрачные. Сегодня в Центр-избиркоме Беларуси обсуждали вопросы проведения выборов в местные советы депутатов. В повестке шесть пунктов. Среди них порядок участия в голосовании для отдельных категорий граждан. Финансирование избирательной кампании и направление наблюдателей от общественных организаций. Члены Центра-избиркома выразили готовность к проведению, пожалуй, самого яркого этапа – агитации. Она продлится с момента регистрации кандидатов в депутаты до 22 марта включительно. Напомню, на депутатские портфели в этом созыве претендует почти 23 тысячи человек. Список будущих кандидатов будет адекватно отражать наше общество. У нас увеличится количество женщин. Возможно, такой же процент роста произойдет по лицам старше 30 лет. Основная часть по традиции представителей – интеллигенция. Ну и поскольку большая часть наших сельских советов – это действительно сельские аграрные советы, конечно, в большей части у нас будет представлена аграрная промышленность. А тем временем в столице стартовал очередной этап избирательной кампании. После тщательных проверок началась регистрация кандидатов в местные советы депутатов. В торжественной обстановке член избирательной комиссии Александр Медведь вручил им удостоверение. Также кандидаты в депутаты приняли участие в жеребьевке по выбору времени выступления на радио. После они начнут регистрацию своих доверенных лиц. И уже тогда смогут агитировать за свои идеи и программы. Сегодня мы провели вручение удостоверений. И фактически с сегодняшнего дня все кандидаты в депутаты имеют право уже начитать свою агитационную кампанию. Наступает очень важный этап для кандидатов в депутаты. Это презентация своих программ, своих идей, своих предложений по работе в Минском городском совете депутатов. В первую очередь депутат должен быть активным. Он должен посещать, обходить территорию. Постоянно быть в взаимосвязи с людьми. То есть основной принцип это обратная связь. Беларусь готовится честовать победителей Олимпиады. Церемония закрытия пройдет в Сочи в воскресенье. А сегодня президент Беларуси поручил организовать встречу наших спортсменов на высшем уровне. По итогам соревнований в копилке нашей страны пять золотых и одна бронзовая медаль. Вряд ли мы принято решение. Мы их заберем на президентском самолете прямо из Сочи. Там делегация будет приличная. Но прежде всего победители Олимпийских игр, призеров, тренеров, специалистов, врачей, массажистов и так далее. Ну и там наши руководители национального Олимпийского комитета. 23-го закрытия, 24-го, я думаю, перебросим туда самолеты и их оттуда заберем. Второй вопрос встречи здесь, в аэропорту, по пролету. Опыт есть, не забывайте про тренера. Потому что, допустим, если в этом самом биатлоне это заслуга прежде всего до мурочевых, то фристайли – это заслуга прежде всего козетки. Это профессор, наверное, мирового уровня, который рулит этим процессом. Далее, мы договорились о том, что мы будем честовать их здесь, пригласив определенное количество людей в адвокации независимости. К этому можно приурочить и награждение государственными наградами. Вот понимаете, эту победу, она преподнесена народу, но ее огранку эту надо сделать. МИД Беларуси выражает обеспокоенность обострением обстановки в центре Киева. Такие радикальные и противоправные методы разрешения внутриполитических разногласий являются недопустимыми. Беларусь по-прежнему выступает за урегулирование политического кризиса в Украине путем цивилизованного диалога и без какого-либо вмешательства извне. Министерство иностранных дел выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и принятие взвешенных решений в интересах украинского народа. Пункты пропуска на белорусско-украинской границе работают в штатном режиме. Тем не менее, Госпогранкомитет Беларуси советует учитывать непростую ситуацию, сложившуюся в Украине, и выбирать другие маршруты движения. В то же время в пограничном ведомстве не исключают, что из-за сложившейся обстановки могут пострадать и белорусские граждане, в первую очередь грузоперевозчики, которые следуют транзитом через территорию Украины. И как только что стало известно, Госпогранкомитет опроверг информацию о непропуске рейсовых автобусов Минск-Киев на границе с Украиной. Таких фактов зарегистрировано не было. Вместе тем, в пограничном ведомстве не исключают, что проблемы у перевозчика могли возникнуть уже непосредственно в самой Украине, по дороге в Киев. А вот на украинско-польской границе ситуация более напряженная. Поступает информация о блокировании некоторых пунктов пропуска. В частности, около 40 человек перекрыли дорогу возле погранперехода Краковец. На месте образовалась очередь из грузовиков. Протестующие их не пропускают и жгут автомобильные покрышки на проезжей части. Четверг объявлен в Украине днем траура по погибшим в беспорядках. За сутки жертвами противостояния между радикалами и силовиками стали 25 человек. Счет раненым с обеих сторон идет на сотни. Майдан все больше напоминает зону боевых действий. Центр Киева окутан черным дымом от горящих покрышек. Огонь перекинулся на несколько зданий. Уличные активисты периодически забрасывают сотрудников Беркута камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Силовики пытаются их усмирить светошумовыми гранатами и тушат баррикады из водометов. Противостояние то затухает, то снова возобновляется. Впрочем, неспокойно не только в Киеве. Вновь поднялись волнения на западе Украины. Во Львове сотни человек штурмом взяли здания областного МВД, прокуратуры и даже воинскую часть. Областной МВД штурмовали и в Ивано-Франковске. Управление прокуратуры атаковано и в Тернополе. Прекратил работу киевский метрополитен. Движение восстановят после стабилизации ситуации. Пойти на компромисс ради будущего страны призвал протестующих Виктор Янукович. Соответствующее обращение было опубликовано утром на сайте президента Украины. Добавить недостающие данные получателя международной посылки теперь можно в интернете. Раньше все почтовые отправления с неправильными сведениями, например, неполным именем или адресом, возвращались обратно. Теперь же у получателя есть возможность исправить ошибку в течение 60 дней. Для этого достаточно зайти на сайт Белпочты и ввести штрих-код своей посылки. Почтовые отправления, если не будут корректно заполнены, они должны полностью вернуться назад изначально, то есть не дойдя до получателя. Поэтому на сегодняшний день это возможность клиентам исправить свою ошибку при неправильно заполненном адресном ярлыке, который он заполнял при оформлении заказа, к примеру, допустим, в интернет-магазинах. На сегодняшний день, скажем так, тех отправлений, которые находятся на справке, на уточнении адресных данных, это где-то около от 10 до 12 тысяч почтовых отправлений. В настоящее время международные отправления обрабатывают лишь в одном пункте на Минской почте. Ежедневно здесь принимают в работу от 12 до 20 тысяч песен, посылок и бандеролей. Однако уже в ближайшее время все необходимые процедуры смогут проводить в национальном аэропорту. На очереди и создание региональных отделений. Ночные дежурные появятся в белорусских музеях на время чемпионата мира по хоккею. На новый режим работы музейные учреждения перейдут в конце апреля, за неделю до начала мирового первенства. Они будут работать до полуночи и позже. График работы скорректирован с учетом проведения вечерних матчей на Минск-Арене и Чижовко-Арене. Познакомиться с богатой историей культуры Беларуси можно будет и за пределами столицы. Областные музеи также будут открыты для туристов. Далее в выпуске спортивное обозрение Анжелики Урман. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же на этом прощаюсь. Оставайтесь на СТВ.